Получить заветный пропуск на первый серьезный экзамен в этом году абитуриент сможет в течение месяца в будние дни с 9 до 19 часов. В выходные запись не осуществляется. Исключение составит 31 мая и 1 июня, последние дни записи на ЦТ. Поэтому, кто не успеет 1 июня до 18.00 зарегистрироваться на прохождение испытаний, тот в этом году студентом не станет. Равно как и те, кто забудет или попросту не возьмет с собой определенные документы. Абитуриент обязательно должен с собой иметь паспорт, поскольку он является основным документом, удостоверяющим личность. Квитанция об оплате 10 тысяч белорусских рублей на счет того пункта, где он будет проходить централизованное тестирование. Ну и в принципе сам личный абитуриент, то есть никакие доверенности, ни ксерокопии паспортов и так далее, то есть они естественно не принимаются. Брестский технический университет – одна из пяти точек в Брестском регионе, где можно записаться на централизованное тестирование. Несмотря на то, что набор на испытание объявлен, судя по почти пустой аудитории, абитуриенты на регистрацию не спешат. Как правило, все происходит в последний день и без проблем с документами не обходится. У кого-то вдруг оказался посочен паспорт, кто-то и вовсе сдал его в другое место. Однако сегодня нашлись те, кто специально пришел записаться на тесты заранее. Как уже показывает мой опыт, что в самом конце, то есть перед сдачей, большая толпа народа скапливается возле университета и хочется писаться. Мне не нравится эта давка, так что я решил пораньше. В последние дни обычно давка, ну как бы и лучше так и перекладывать все заранее, чтобы все было, чтобы потом спокойно так прийти, ну как бы и вольготно, скажем так, да, сдать, чтобы не волноваться уже, потому что волнения хватает и за ЦТ, а так уже хотя бы по поводу документов не буду умываться. Что ж, мысль верная. Жаль, что не все думают так же и по привычке оставляют все на последний день. Тем, кому еще предстоит регистрация, напоминаем, абитуриент может сдавать тестирование только по трем учебным предметам, один из которых язык, остальные два по профилю. Еще одно прошлогоднее правило в этом году осталось в силе. Предусмотрен один резервный день. Для тех ребят, которые по каким-либо уважительным причинам не смогли пройти тестирование в основной день, для них существует так называемый резервный день, он будет 5 июля. Соответственно, чтобы на него попасть, надо будет пройти регистрацию у нас в центре тестирования с 27 июня по 1 июля. Но проходить абитуриент будет тестирование в Минске, в Белорусском государственном университете. Поэтому во избежание лишних расходов и нервотрепки все же лучше пройти СТ в любом из вузов области. По традиции при себе абитуриент должен иметь пропуск, паспорт, ручку и, желательно, знание. Лучше всего прибыть на тестирование за полчаса, поскольку после закрытия аудитории опоздавшим не помогут никакие оправдания.